В лютые морозы без тепла остались жители Коши в Акмолинской области. Всё из-за аварии в котельной, которая не выдержала холода. Проблему усугубляет и перебои с водоснабжением и электричеством. Однако чиновники обещают все проблемы решить. А сами сельчане, среди которых много лиц с ограниченными возможностями, и детей в это верят с трудом и боятся повторения коммунального коллапса. Мира Альжанова побывала в проблемном городке. Без тепла жители Коши просидели целые сутки. Отопление не стало ранним утром в минувшее воскресенье. Тепло в батареях появилось лишь ближе к ночи. Всё это время люди вынуждены греться кто чем может. Электричество у нас отключается каждую неделю. Подачу воды также останавливает каждую неделю. Бывает, что на целый день. Третье — это проблема с отоплением. Вчера тепла не было целый день. Среди нас есть пенсионеры, инвалиды, дети. Вот мы заболели. Периодически отключается свет. Большая проблема со светом. Потому что если не бывает света в Коши, отключается вода. Качество воды, я вообще уже молчу. Мы ещё летом писали, тоже петицию писали по поводу питьевой воды. Вода ужасная. Но и это не весь список коммунальных проблем. Частые перебои с электричеством порождают и отсутствие воды. Недовольны люди и переполненными автобусами. Многие жители Коши работают в столице. Они жалуются на нехватку автобусов. Общественный транспорт постоянно переполнен. А такси совсем дорогое. По данным городского Акимата, из Коши в Астану курсируют 24 автобуса. Общественный транспорт переполнен только в часы пик. С 1 декабря для кушинцев выделили дополнительные два автобуса. А вот что касается отсутствия тепла, сбой, как оказалось, произошёл из-за непогоды. Система электроснабжения вышла из строя. В результате котельная осталась без питания. В 8 утра мы вызвали лабораторию, которая нашла участок повреждения. Это как раз в районе жилого комплекса Алтандала. После этого начали устранение. То есть устранялись там же, поставили две муфты. И буквально до 18 часов мы полностью ликвидировали повреждения на кабельных линиях. И в 6 часов мы уже запустили три котла. Чиновники говорят, что в последние годы население в Хоше выросло в разы. И местные коммуникации не выдерживают. Проблемы с электроснабжением решат, но не сразу. Мира Альжанова, Даниэль Ромар, Достан Тимур Виколо, телеканал Алматы, Акмолинская область.